Лето в этом году выдалось жарким водоемом и берег Волги до отказа были заполнены отдыхающими. Когда в одном месте скапливается такое большое количество народу, спасателям нужно быть на чеку. Как в этом году прошел летний сезон, мы узнаем сегодня в эфире программы «По существу». И мы в гостях у Вениамина Петрова, председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Вениамин Иванович, здравствуйте. Добрый день. Как можно оценить прошедшее лето с точки зрения спасателей? Как вы сказали, жарким, в принципе, как раз и в прямом и переносном смысле слова. Потому что что ни день, у нас по 3-4 происшествия на воде, соответственно, с гибелью. 2-3 выезда по сообщениям МВД, плюс дорожное транспортное происшествие, обязательно выезд наших спасателей, пожары, бытовые, деблокировка дверей, дети малые на балконах одни, где-то кто-то угроза суицидом. То есть за день набирается или за смену за сутки набирается практически до 20 выездов. Поэтому сложности свои были и по погодным, природным условиям, и по самой статистике. Люди летом очень любят отдыхать у воды. И, к сожалению, все-таки, как вы уже сказали, много людей гибнет. Какова статистика и как она изменилась по сравнению с прошлым годом? Лето пришло в этом году, можно сказать, рано. Практически уже в конце апреля некоторые купальный сезон открыли, а основная масса уже к водоемам потянулась в мае. Поэтому, с учетом того, что практически 4 месяца стояла жаркая погода, соответственно, и статистика у нас, печальная имеется в виду статистика, пошла в сторону увеличения. Хотя последние 5 лет по происшествиям на воде, по гибели людей на воде, статистика была у нас динамикой в сторону уменьшения. Но, к сожалению, в этом году за 3 месяца мы потеряли 48 человек. В прошлом году было всего 30. Из них, к сожалению, семеро детей. Но в то же время надо отметить отрадно, что все же наши спасатели в этом году спасли 18 человек, 18 жизней. В прошлом году такая статистика была всего 3 человека. То есть спасатели, как республиканские наши, так и городские на пляже, работали в полную силу и в итоге на воде спасли 18 человек. Как вы думаете, все-таки в чем причина, почему люди тонут? Какие в основном обстоятельства? Вот смотрите, 48 человек, купальный сезон. Из них 47 погибли при купании в необорудованных местах. У нас всего один случай был на центральном пляже. Они все погибли на малых реках и прудах. Это говорит о том, что все же у нас на территории республики недостаточно количества мест для организованного купания. Но в то же время 41 взрослые утонули из них, из 41, 32 в нетрезвом состоянии. Вот главная причина – купание в необорудованном месте, купание в нетрезвом состоянии и дети без присмотра родителей. Потому что из 7 шестеро у нас утонули, когда родителей не было рядом. В основе своей – беспечность и безответственность нас самих. То есть абсолютно человеческий фактор. И гибнет золотой возраст от 16 до 40 лет. Вот каждый год говорим о мерах безопасности, о том, что нужно делать. И вот все-таки, что нужно сделать, чтобы избежать такой статистики? Ну, прежде, наверное, надо менять психологию. То есть довести до сознания – это, конечно, задача и чиновников, и средств массовой информации. Ну, самого каждого, наверное, человека довести до сознания, что вода – это стихия. И шуток абсолютно не прощает. Это первое. И второе – это максимальное количество создать места для организованного отдыха на территории всей республики. В этом году было также очень много пожаров на территории Чувашской республики. Были ли жертвы? Если взять летний сезон, количество пожаров уменьшилось по сравнению с тремя месяцами прошлого года. Общее количество пожаров тоже в сторону уменьшения. В динамике уже 10 лет у нас идет. За лето 223 пожара. В прошлом году было 239. Погибло, к сожалению, 19 человек за три месяца. Это антирекорд. И надо учесть то, что вот из 19 человек, один ребенок и 18 взрослых, из 18 взрослых у нас 14 находились в состоянии алкогольного опьянения. Опять, вот, первопричина алкогольного опьянения – что на воде, что на пожарах. Поэтому вот пока мы не поменяем психологию, что жизнь, она одна, жизнь коротка, и надо ее беречь, наверное, ситуацию не изменим. Пожары вспыхивали и из-за молнии. Были ли пострадавшие люди во время грозы в этом году? Ну вот, как-никак, в этом году много было сухих гроз, так называемых. То есть гроза громыхает, молния сверкает, дождя нет. Это самый такой вот момент, когда возможно, возможно, удары молнии по зданиям, сооружениям, деревьям и все остальное. Вот на сегодняшний день 9 пожаров на территории Чувакской республики за летний период. И ущерб более 1 миллиона 100 тысяч, только это номинальный ущерб. И слава богу, в этом году не было у нас пострадавших от молнии, хотя предыдущие годы были. Были и погибшие, и пострадавшие. Поэтому здесь вот опять мы говорим много об этом. И глава республики Михаил Васильевич Игнатьев уже вот три года подряд нацеливает органы власти, чтобы мы пропагандировали домовладельцев на страхование имущества. Потому что страхование это не только от пожаров, и от ветра, от урагана, от молнии, от всего. И на моей памяти не было еще случаев, чтобы страховые компании, когда случается беда, приходит, не было выплат по этим страховым случаям. Даже единичные случаи в суде, где оспаривали там сумму. А так, поэтому мы всегда говорим, надо страховать, страховать имущество. Тогда хоть есть какая-то гарантия защиты. Впереди осень, уже наступила зима. Какие опасности могут поджидать жители Чувашии вот в эти времена года? И как от них уберечься? Прежде всего, наверное, вот купальный сезон прошел. Уже пошел процесс тонут на рыбалке. Уже у нас три случая было вот буквально в августе. Дальше уже больше, потому что в октябре, в ноябре встанет первый лед. И рыбаки уже устремятся на водоемы, на этот тонкий лед. Поэтому здесь тоже, хотя ведется работа предупредительная, и центр ГИМС, и спасатели дежурят на водоемах, выходят, предупреждают, говорят. Но тем не менее рыбаки же это категория людей, которые вот загорелись, поплавок и больше ничего. И поэтому у нас первые проблемы появятся, когда встает тонкий лед. Потом весной лед рыхлый. Лед стал более-менее крепким, начинает выезжать уже на автотранспортный налет. И каждый год то ли машина уходит под лед, то ли рыбаки проваливаются по тонкому льду. И были случаи, несколько случаев у нас из-за садится туман, плохая видимость. Заблудились на Волге и караул спасатели спасите. Поэтому таких моментов предостаточно. Начало зимы. Уже начинается тогда ДТП. Народи называют день жестянщика. Все пошло-поехало первое. Потому что еще не подготовлен профессионально. Резина, автотранспорт не подготовлен. И пошло-поехало. Далее. Выезды. Необоснованно, когда пургам и теле. Абсолютно необоснованные выезды. Необходимости нет. Но тем не менее выезжаем. Соответственно, автомобиль не готов. Инструментарии нет, чтобы раскопать, выкопать и все остальное. Одежда на водителей, на пассажирах тоже не соответствует зимним условиям. Сухого пайка нет. Для обогрева ничего нет. И в итоге, вот помним, в прошлом году Оренбургскую область дважды. Дважды. И были печальные случаи. Поэтому не хотелось бы, чтобы вот эти печальные опыты повторяли мы у себя на территории Чувашской республики. Хотелось бы, мы всегда были готовы и знали меры безопасности от пожаров на воде, на дороге и все остальные случаи жизни. Ну что ж, Вениамин Иванович, большое спасибо за беседу. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с председателем ГКЧС Чуваши Вениамином Петровым. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»